Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ОСА. Мы показываем жизнь, как она есть в Ачинске и Ачинском районе. Вот о чем сегодня мы расскажем. В июле Ачинцы получат платежки с новыми суммами. Расскажем, что изменится в квартплате. Он круче, чем фигурист. Фигуристы – это тьфу. В детской больнице появилось новое отделение. Раньше родители из Ачинска возили детей в Красноярск, чтобы получить такую помощь за деньги. А здесь бесплатно и даже очереди нет. Покажем большой репортаж про день защиты детей в Ачинске и районе. А я говорю, а вот завтра лесопед куплю и на лесопеде зерну. Одна из старейших жительниц района Екатерина Яковлевна Петрова годы считает в детях, внуках и правнуках. И снова за коммуналку надо будет платить больше. С 1 июня, то есть сегодня, всем жителям края по-новому начисляется квартплата. Итак, за воду горячую и холодную, которая идет на мытье подъездов, поливов, газонов, будем платить меньше в полтора-два раза. А вот за электричество, потребляемое на освещение общедомового имущества и работу лифтов, наоборот, платеж вырастет. Квитанции с новыми суммами Ачинцы получат уже в июле. Главное событие июня – это, конечно, праздник детства. Сегодня по всей стране в каждом городе устраивают игры, конкурсы, концерты и соревнования. Все для счастливых детских улыбок. Наталья Солодовник расскажет, как все прошло в Ачинске и районе. С самого утра на площади городского дворца культуры танцуют, поют и рисуют. Праздник для детей начался с концерта и конкурса рисунков на асфальте. Параллельно открылись творческие площадки по всему городу и району. Например, в Малиновке награждали самых инициативных и творческих детей. Вручали грамоты, дипломы командам за участие в соревнованиях. И на финал праздника стартовал танцевальный флешмоб. На какой картине изображена скорбь целого народа? В музейно-выставочном центре тоже проходит своя игровая площадка. Здесь организован квест «Искусство и я». Ученики из пятой школы с удовольствием проходят все задания и перемещаются от одной картины к другой. Нравится вам задание? Да! Нравится вам? Да! Дети были приятно удивлены, что после обычной экскурсии для них провели еще и небольшое интерактивное занятие. Мы должны развивать в них не только тягу к прекрасному, и, возможно, даже самую простую мысль – это когда человек, любой, с детства может стать творцом. Возможно, мы сейчас сформировали новое поколение художников. Для нас, я думаю, это очень такой же большой праздник, как и для ребятишек. Мы всегда рады их приветствовать в этот день, мы всегда рады готовить для них свои программы, ждем их здесь на рисунке, на лепку и на игры. Ачинский театр не остался в стороне. Традиционно 1 июня актеры радуют детей детскими сказками. Вот и сегодня это уже третий спектакль. И в завершении здесь, на Ачинском Арбате, собрались творческие коллективы, дети, родители. Все радуются и веселятся. Ирина, рассказывайте, как впечатления? Ну, сегодня очень солнечно, позитивно, народу много, весело, очень интересные площадки. Можно посмотреть детям, поиграть, попрыгать, побегать, порисовать на любой вкус. Ну, судя по тому, что у меня двое детей, каждый нашел себе развлечение. Так что замечательный праздник для детей и их родителей. Это желейка из бересты сделанная. Кто за мастер-класс? У нас удивительный сегодня мастер-класс. Это текстильный корабль. Из ткани, по-моему. Из ткани, да, абсолютно верно. У каждого, наверное, есть своя мечта, у каждого есть свои алые паруса, каждый мечтает о хорошем. Ну, вот каждый сегодня сделает корабль своей мечты. Я сегодня сюда пришла, чтобы развлекаться, чтобы поговорить с друзьями, поиграть. Я весело и классно провожу здесь время. Детям дарить праздник – это счастье для нас. Любим это делать. Смело можно сказать, что лето началось ярко и позитивно. Вместе с детьми радовались и веселились. Наталья Солодовник, Александр Сиделев. Новости телеканала ОСА. А газета «Причулымский вестник» совместно с маркетинговой группой «Реклама охот» и магазином «Мир открыток» сегодня дарит детям радость и праздник. Организаторы акции дарят детям разноцветные шары с флажками, как символы детства и праздника. Когда ребятня собирается на уличные концерты, все подпевают и подтанцовывают маленьким артистам. Особо приятно получить индивидуальный подарок. И заиграют улыбки на лицах, поднимется настроение и чувствуешь причастность к большой армии маленьких жителей планеты. Взрослые дяди, байкеры на крутых мотоциклах, приглашенные организаторами акции, для кого-то кумиры, для кого-то герои из любимого фильма, идут тоже на площадь, чтобы рассказать о своих детских мечтах. У меня тоже было обычно купить мотоцикл. Я взял, собрался, поехал и купил себе. Приехал спустя 1300 километров, катаюсь теперь по сей день. Думаю, продолжит и наше поколение это делать. Ребятню с разноцветными шарами сегодня можно встретить в разных районах города. Наши коллеги из газеты «Причулунский вестник» говорят, надо, чтобы было больше радости в жизни каждого. У нас в городе очень много талантливых детей. Мы постоянно об этом пишем, рассказываем о достижениях. И мы решили порадовать маленьких хачинцев шариками. Все дети любят шарики, любят флажки. И хоть чуть-чуть как бы внести какую-то радость. А наши коллеги из газеты «Комсомольская правда» в Красноярске устроили в Ачинске. «Яблочный день». Специально приехали сюда с праздничным десантом. Смотрите, как все было. Вот такая очередь сегодня на праздники возле губернской аптеки на Свердлово. Ачинцы с детьми собрались задолго до старта. Организаторы «Яблочного дня» обещают раздать сотню саженцев яблонь, напоить соком, конечно, яблочным, и еще раздавать всем покупателям наливные. Расскажите, как узнали о празднике? Собственно говоря, в аптеку заходила, рекламу увидела. Пришли конкретно за яблонькой? Или так просто настроение поднять? И за яблонькой настроение со внуком поднять. Просто конкурсами заинтересовались? Или все-таки яблонькой тоже? Ну и яблонькой, и конкурсами. Вот ребенка забрали с садика, приехали. Тебе понравилось? Да. Ну есть же такое, что нужно вырастить сына, построить дом и посадить Деева. И вот сегодня, видите, какие замечательные девчонки и мальчишки, их родители все вместе посадят Деева, где хотят, могут у себя во дворе, на даче, где-нибудь в деревне. И мы сделаем большую карту яблоневого сада Ачинска. Деевья – это здоровье, здоровье – это жизнь, это крепкая семья. Итак, мы сегодня поздравляем всех Ачинсов с Днем защиты детей. Праздник понравился всем – и детям, и взрослым, и уставшим организаторам. Кому что, жители Шанхая, в народе так называют поселок Восточный, радуются сегодня, что у них вывезли стихийную свалку. Видео нам прислал телезритель. Это улица Красной Звезды. И постоянно, как говорят люди, здесь вырастает мусорная куча. Наша съемочная группа уже приезжала сюда в апреле. Мы выяснили тогда, что у жителей окрестных улиц вообще нет мусорных баков. Поэтому винить им некого в том, что живут посреди помойки. Однако после нашего сюжета в мэрии обещали убрать свалку. Но вряд ли чистота тут будет надолго. В Ачинске высадят шафраны. Посадка цветов начнется в понедельник, 5 июня, с городских скверов. По информации пресс-службы, озеленением будут заниматься специалисты Ачинского транспорта. А рассаду закупили у предпринимателя Павла Важова на 400 тысяч рублей. В прошлом году коммунальщики жаловались на цветочных вандалов, которые выкапывают цветы из клумб. Автохама, который устроил езду шашечками, ГИБДД оштрафует. Это видео нам прислал телезритель. На нем видно, что водитель скачет из ряда в ряд, не подавая сигналов. В полиции сообщили, что владелец авто, 19-летний парень, получит штраф 500 рублей. В Крае увеличилось число курящих женщин. По данным Минздрава, в регионе курит треть населения. За последние 4 года в 2 раза выросла доля курящих женщин почти до 40%. При этом бросает вредную привычку не реже мужчин. Больше всего курящиков в группах от 45 до 54 лет. И от 18 до 24. В следующую субботу откроется фонтан в сквере на Назарова. Фонтан на площади Гордыка рабочий демонтируют в конце июня. И к осени на его место появится новый, так уверяют в мэрии. Напомним, строили его в 2010 году. И тогда он стоил больше 2 миллионов рублей. Для выпускников школ начались экзамены. Девятиклассники уже написали тесты по географии, русскому языку, английскому и информатике. У 11-ти классников позади только одно испытание – базовая математика. Результаты еще неизвестны. Но двух учеников удалили с экзаменов за использование телефона шпаргалок. Слушайте внимательно. Очень важная информация. Это абсолютно бесплатно. Ни очереди, ни записи пока нет. Просто потому, что об этом еще немногие знают. А вот такая помощь много кому нужна. В детской больнице работает отделение реабилитации, где маленьких пациентов со сложными диагнозами учат ходить. Смотрите сюжет о больших победах врачей, детей и родителей. Это самое любимое упражнение у маленьких пациентов, как вишенка на торте. Хотя даже в таком развлечении есть лечение, говорит заведующий реабилитационным отделением Вадим Ветров. Тут дети получают эмоциональную награду за свой труд. Мы здоровые люди, слава богу. Сложно поймем больного ребенка, который никогда в жизни не ходил, может быть даже не ползал. И для него просто сидеть, удерживая тело, это целое дело. И это для него огромное дело. Да, это победа. Сюда приходят дети со сложными диагнозами. ДЦП, патология нервной системы, после травм. Занятия расписаны по минутам. Лечебный массаж для грудничков и школьников, настоящие тренировки до слез и пота. Поднимаем сапогу ножку. Некоторые тренажеры напоминают игрушечный велосипед. Другие изначально изобретали для тренировки спортсмена-фигуристов. А получилось, что они ставят на ноги детей. Он круче, чем фигурист. Фигуристы – это тьфу по сравнению с детьми. Я всегда говорю, у каждого улитки своя фудзи. То есть, их рекорды, рекорды таких детей гораздо больше, чем спортивные рекорды здоровых. Для них это олимпийское чемпионство в квадрате, а может быть и в другой какой-нибудь, более высокой степени. Потому что сколько сил у родителей, у врачей и у них самих, сколько воли требуется для занятий. Это не в сказке сказать. Ох ты, нервы! Андрею 9 лет. Говорит, учится в школе на 4,5. И на тренировках он тоже ударник. Сейчас он у нас ходит с поддержкой на ходунках. Посещает общую образовательную школу, общий класс. Ходит с обычными детьми. Дети относятся очень хорошо к нему в классе. Мама говорит в армию, который еще? Мечта у него в армию пойти. Поэтому стимул есть. Занимается. Стал разговаривать очень хорошо. Потому что постоянные занятия. Что, гантели поднимаешь? Гантели поднимаешь? Да. Дома занимается самостоятельно на гантелях. Зарядку делает. Отжимается. Да, отжимается он у нас. Ты вообще герой молодой. Да? Для занятия в реабилитационном отделении нужно направление от невролога, травматолога или педиатра. И это бесплатно. Никакой записи и очередей. Хотя в будущем здесь будут принимать пациентов из соседних районов. Боготола, Тюхтета, Шарыпова. Так что уже к осени врачи реабилитационного отделения детской больницы ждут наплыв будущих солдат. Над казармой туман, и ночная тишина, старшина лет подъем. Ах, как хочется поспать, хоть чуть-чуть немного, но пора уже вставать. А наш сетевой партнер телеканал «Центр Красноярск» проводит благотворительный марафон «Мы выбираем жизнь». Это большая акция помощи и поддержки людям больным раком. Завтра в эфире «Центр Красноярск» с 15 до 17 часов состоится финал акции. А на набережной у Капитанского клуба, это в Красноярске, пройдет большой праздник. Присоединяйтесь у экранов телевизоров или отправляйтесь все увидеть своими глазами. Дорогие Ачинцы, 2 июня в Красноярске, финал большого благотворительного марафона «Мы выбираем жизнь», посвященного взрослым и детям, которые мужественно борются с онкологическими заболеваниями. Красноярск уже с нами. Приходите и вы, поддержите тех, кому так нужна наша помощь. Ведь Ачинск известен не только своей славной историей, но и людьми с горячими сердцами. Рак – это не всегда приговор. Мы в этом абсолютно уверены. Мы ждем вас. 2 июня в 3 часа дня. Набережная у Капитанского клуба. Благотворительный марафон «Мы выбираем жизнь». Я знаю, что Ачинск славен не только своими завоеваниями, своими предприятиями, но и открытыми сердцами. Поэтому мы обратились к этим открытым сердцам. Приезжайте, поддержите, помогите, чем можете помочь. Ну и, собственно говоря, приносите свое хорошее настроение на праздник. Екатерина Яковлевна Петрова, жительница Карловки, сегодня принимает гостей. У женщины неприлично спрашивать про возраст, поэтому скажу, что у бабушки юбилей. А годы она считает в детях, внуках и правнуках. С любовью вспоминает о своем муже и всем желает прожить до ее лет в мире и добре. Да я чувствую ничего, мне ничего не болит. Столько давления это, подскочить вот, то я шоколадочки съем, съесть, таблеточку выпью. Будешь дожить до 100 лет или нет? О, до 100 лет, да хоть бы уже год еще прожить, и то ладно. На 95 еще к вам приедете? На 95 приедете. Конечно, конечно. Приезжайте. Сезон подарков в газете «Новая причулымка». Продуктовые корзины, комплекты постельного белья, покрывала, пледы. Спешите подписаться на новую причулымку и принять участие в акции. Подробности в газете. На сегодня все. Смотрите телеканал ОСА в 20.00. Свои новости сообщайте нам по телефону 577-55. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok